Так, кто здесь против меня? Два арахнида, слушайте, два арахнида. Три! Три, ребята! Арахнида, жесть! Против трёх арахнидов, капец просто, они же меня своими арахнидиками закидают маленькими. Ребята, ребята, всем привет, с вами Артемен Машины, мы в игре Hills of Steel, вторая часть. Ребятки, сегодняшний наш ролик будет про большого Вали, про босса Вали. Ребята, буду играть за этот танк в качестве босса, многие ждали этот ролик, ребят. Ну и он следующий по счёту, как раз вот такие интересные скинчики на него есть. Конечно, деревянный Вали какой-то странный скинчик, но полицейский прикольный. Спаркер, ребята. Ну что, переходим к самому Вали танчику, давайте посмотрим, что у него здесь есть по усилкам. Так, у него стоит генератор и динамит. Так, здесь плюс 10% особой выгоды и плюс 4 секунды после каждого убийства. Так, ну знаете, наверное, урон я ставлю, а вот динамит можно снять, потому что босса уничтожать часто не будут. Его можно уничтожить только один раз. Поставлю турбоусилитель, ребята, и давайте прокачаем его на максимальный уровень. Сразу, ребята, который у меня тут возможен с этим боссиком. Так, седьмой уровень уже отлично, даже на восьмой есть. Ну-ка, восьмого уровня у меня в Вали. И, вау, даже на девятый уровень переходит в Вали, жесть. Всё, классно, ребята, девятого уровня в Вали. Чуть до десятого недалеко осталось. Крутяк, слушайте, нормально так мне выпало. Деталек тут всяких разных. Ну что, берём Вали, отправляемся в бой, будем сейчас играть за этого босса. Я специально для вас отберу бои с боссом Вали, ребята. Вперёд, собственно, погнали, поиграем, потестим этот крутой танчик. Так, ну, собственно, вот он, вот он, большой Вали. Босс, смотрите, какой огроменный со своим этим буром. Там просто, вау, против меня, ребята, Скорпион с Тауэром и Гэтлином. Ничего себе. Так, Скорпион, конечно, рашит, рашит. Ой-ой-ой, что это меня прокидывают они? Надо аккуратненько. Так, на меня Тауэр, я смотрю, хочет упороться. Едет, едет, едет Тауэр. Так, нужно с ним аккуратнее быть, с этим Тауэром. Скорпион уже подъехал. Ну, Скорпион, конечно, хочет рашить. Ульту свою кидаю, ящик. Ну-ка, нате, полетайте. Видели, как подлетел Тауэр, смешно? Жесть, вот знаете, что прикольно, ящик их бросать на противников. Они еще уехать не могут, да, не могут уехать из-за него. Так, вау, приблизил меня, зацепил меня. Скорпион просто притянул. Да что ж такое-то, не могу я перевернуться, что происходит? Ааа, что такое, блин? Вали этот, что с ним происходит? Туда-сюда переворачивается сальтушник. Так, слушайте, у меня уже мало жизни остается. Ааа, 20 секунд еще целых. Так, на меня едет Скорпион, ну-ка, ну-ка, на тебя. Куда ты собрался, Скорпиончик? Недолго тебе. Все, отлично. Ну, слушайте, вали со своим буром, конечно, жесть. Вот за этим пригорком, в принципе, неплохо себя чувствую. Просто под пригорок впускаешь. Вау, смотрите, как я летаю. Жесть, просто, слушайте, ящики у него веселые. Просто под пригорком стоишь, вы... Короче, выпрямляешь, вытаскиваешь этот свой бур, и никто проехать, в принципе, не может за горочку. Вот, ладно, хорошая игра. Отправляемся, ребята, сразу, сразу, моментально идем тогда в следующий бой. Так, у нас в первой бою была, ребята, тактика обороны. А сейчас, ребятки, будет тактика... Ну, попытаюсь побольше активных действий, короче, сделать. Не прям-таки нападение, но будем уже выезжать на противников просто вплотную. Это же все-таки танк ближнего боя, правильно? Надо ехать на врагов. Ну что, поедем тогда. Так, кто здесь против меня? Два арахнида, слушайте, два арахнида. Три! Три, ребята! Арахнида, жесть! Против трех арахнидов. Капец просто, они же меня своими арахнидиками закидают маленькими. Ой-ой-ой, опасно, слушайте. И они ближний бой, и я ближний бой. Надо быть аккуратным. Так, вот вам ящик. Так, на-на-на. Слушайте, они все равно попадают по мне своими арахнидиками. Даже если я их хочу уничтожить, они же наносят урон по моему гуру. Жесть, ребятки, их не уничтож... Их просто так не остановить. Ты все равно получишь урон из-за маленьких арахнидиков. Их нельзя уничтожить, пока они идут ко мне. Жесть, ребята! Вот это, конечно, вообще жесткая тема. И главное, они на меня стреляют из-за пригорочки. Я же не могу ничего сделать. Опасно, ребят. Еще своих арахнидов маленьких пускают. Они по мне урон наносят. Так. Арахниды. Ловите. Вот, все. Это моя защита теперь будет от них. Они жесть как... Продавливают меня, ребята. Это вообще просто какой-то кошмар. Какой-то капец. Так, у меня уже мало жизни. Смотрите, сколько арахнидов они на меня пускают. А-а-а! Жесть просто, ребята. Три арахниды. К этому меня жизнь, конечно, не готовила. Заруба максимальная. А-а-а! Последняя секунда. Смотрите на меня, сколько арахнидов перло. Просто целая толпа. Три арахнида, ребята. Ну, ничего. Я затащил. Я затащил. Хорошая игра, ребятки. Это, конечно, было мега тяжело. Я думал, если честно, ребята. Я думал, что в этом бою я проиграю. Ну, представьте, три арахнида. Со своими этими арахнидиками маленькими. Которых не остановить, можно сказать. Это ж вообще жесть. Ладно, следующий бой, ребята. За большого босса Валли. Так, переходим, наверное, в активное, опять же, действие. О, против меня еще один Валли. Смотрите-ка. Спарки и... Морти, ребят, против меня. Окей. Будем сейчас, короче, рашить. Не будем стоять на месте. Так, слушайте, далеко я что-то кидаю свою ульту. А знаете что, ребята? Разработчики пофиксили, пофиксили. Раньше можно было проехать до конца карты. И там стоять спокойно. И не заботиться ни о чем. А сейчас нельзя до конца карты, ребят, проехать. Вот здесь есть ограничитель. И все. Дальше босс не едет. На базу противника полностью заехать не получится. На их спаун. Так, слушайте, ну я неплохо себя чувствую. Смотрите-ка. Я просто стою на их базе. Можно сказать, вплотную. И они, ну, как-то слабенько со мной справляются. Так. О, смотрите, я переехал маленького Валли. О, супер, ребята. Так, минус один, минус один. Так, а и я не могу попасть, да? Получается, я его переехал. И я теперь не попадаю по врагам. Нет, чуть-чуть еще попадаю. Да, ну они просто снизу. Они под горкой, ребята. Странно, конечно. Слушайте, меня не выпускает. Там тот Валли сзади. Смотрите, не дает проехать вообще ни назад, ни вперед. Да что ж такое-то? Иди отсюда. На тебе. Все, готов. Так, я, конечно, ульту свою бросаю вообще в никуда. Бросать-то и некуда, ребятки. Так, пять секунд. Жизик уже мало. Но я выиграю. Я выиграю, ребята. Получайте. На. Супер, все отлично. Я выжил и выиграл. Это замечательно. Неплохо, неплохо. Слушайте, Валли справляется в атаке, в раше, в наступлении. Он справляется вообще, ребятки, неплохо. Конечно, бои были мега эпические. Особенно с арахнидами этими. С тремя сразу арахнидами. Представляете? Это ж вообще какая-то жестянка, ребят. Ладно. Мы, тем временем, врываемся, переходим сразу в следующий бой. Ничего. И никого не будем ждать, ребята. Сразу просто в следующий бой. Так. Ну что, давайте также прорашим. Полностью будем рашить на этом боссе. Валли. Так, против меня Феникс и Тауэр. Уже Феникс и Тауэр. Вау, вау. Так, а кто там третий? Кто третий там? А, Стингер. Так, а Стингер будет мне накидывать за горочку. Надо его атаковать сблизи. Ой, да что ж такое-то? Я переворачиваюсь постоянно. Веселый, конечно, Валли. Так, ловите мою ящик на вам. О, смотрите, там Стингер смешно застрял. Смотрите, смотрите, он как трясется. Ничего сделать не может. Жесть. Стингер застрял. Так, а я-то что? Перевернись уже. Что ж такое-то? Постоянно его как-то туда-сюда метает. Это во Валли. Так, Тауэр, Тауэр. Все, отделил, отделился от вас стеной. Кстати, это реально хорошая защита, ребята. Задержка времени 100% обеспечена. Его ультой, если хотите спрятаться, сныкаться, так сказать, от урона противника, это можно сделать, ребятки. Да, в принципе. Так, ну а я продолжаю рашить. Просто разваливаю всех. Что, давайте, кто на меня, на мой мощный бур? Ну же, кто на меня попрет? Давай, давай, попробуй, попытайся, братишка. Стингер и Тауэр. Все, вас просто раздробил в клочья своим буром. Да. Пробурил противников, короче, ребята. Так, снова я отгородился стеной. Ну все, в атаку. Переехал их почти, ребята. Слушайте, ну а это было, это было забавно, ребята. Прикольно, слушайте. Мне понравился, в принципе, Валли большой. Хорошая игра, ребят. Всем, наверное, что тут всем? Они мне все лайкосы поставили. Ну что, ребят. Вот такой, собственно, танчик Валли. За босса с ним играть тоже, кстати, классно и весело. Он своим буром и своей этой механикой, физикой смешно всех может разбирать. Подпрыгивает смешно. Врагов можно подкинуть этой ультой. Ну, в общем, как-то так. Скинчики интересные, конечно. Деревянный какой-то странный, правда, скинчик. Ну, а полицейские классные. Вот так вот, ребят. Ну что, наш ролик подошел к концу, ребятки. Напишите, нравится ли вам танк Валли. Обязательно ставьте лайк за этот видосик. Подписывайтесь на канал. Будут новые интересные видео, ребятки. Всем до новых встреч. Пока-пока.